Участковые не совсем грамотно выстраивают свою работу. Не совсем грамотно. Это видно. И связано это по ряду причин. Первая, основная причина, что у них нет такого понятия, как профессиональная должностная подготовка, или аттестация, или переподготовка, или еще какие-то такие механизмы, которые должны быть. Обычно участковыми становились те, которые уже проявили себя в уголовном русском, криминальной милиции, еще в каких-то местах. Уже имея такой колоссальный опыт за плечами, уздаваемый среди людей, недавно участковым остановился, люди к нему относились соответствующие, понимая, что он знает всех и все. Но, тем не менее, максимально постарайтесь здесь это изучить, все это в безопасности. Подготовьте, отдайте время с муравьем, подготовьте определенную концепцию, опыт изучите, плюсы, минусы, оценку деятельности участковых у всех глав соберите, сельских поселений и муниципальных образований. Давайте мы совещание такое проведем с участием участковых, ну и критерии оценки деятельности участковых. Посмотрите. В данном случае, понятно, что бандиты матерые, они открыто не ходили, они шифровались, они по-всякому там маскировались. Понятное дело, что их обнаружить выявить сложно, тем более в этом направлении работало в своем большинстве Федеральной службы безопасности, и зацепить их было довольно сложно. Я не думаю, что участковый смог бы это сделать. Но, тем не менее, те, так называемые, разведпризнаки, которые были в районе этого дома, ну позволяли сделать, ну вот, что при таком определенном длительности, определенной длительности участкового или местного населения, ну можно было бы какую-то информацию получить. Хотя информация тоже была. Продолжение следует...